В эфире РБК Уфа и мы вещаем из отеля Шаратон. Я Алена Эпштейн. Доброе утро. Сейчас главные региональные новости. Сегодня обманутые дольщики Башкортостана выйдут на одиночные пикеты в нескольких местах города. Такое решение было принято после отказа администрации Уфы о проведении 16 сентября общероссийского митинга в защиту тех, кто купил квартиры в долгостроях. Мы почитали тут внимательно законодательство. Получается, не будем мы выставлять в ряд пикетчиков. Мы проведем акцию «Лица ненужных людей» назвали мы ее. Несколько точек планируется. Это Советская площадь, Госкомстрой, это Курултай, непосредственно сам Курултай, не госсобрание, на валиде. Правительство и администрация города Уфы плюс администрация Уфимского района на площади Социнвестбанка. Люди планируют стоять с плакатами с двух до трех часов дня. Как сообщает медиакурсеть, дольщики все еще обсуждают варианты проведения законных акций протеста. Они просят обязать мэрию выдать разрешение на проведение митинга. И сегодня в Октябрьском районном суде Уфы рассмотрят их иск к администрации города. В общероссийской акции в столице Башкирии планируют принять участие около 500 человек. Адвокату Николаю Чемчуку предъявили обвинение по закрытому делу. Как сообщает коммерсант Уфа, его арестовали в воскресенье после возобновления уголовного дела, которое было закрыто еще в 2010 году. Напомню, 28 августа на улице Армавирской в Уфе был подорван автомобиль с находящимся внутри экс-сотрудником полиции, помощником Николая Чемчука. Был возбуждено дело по статье «Попытка убийства общеопасным способом». Сейчас Чемчук задержан. Адвокатская палата республики вступилась за обвиняя его коллегу. Они считают арест незаконным и планируют его обжаловать. Следствие подробности об обвинении адвоката пока не раскрывает. Компания Ford отзывает в России кроссоверу Kuga. Причина – возможная неисправность систем пассивной безопасности автомобиля. Есть риск отказа подушки безопасности. Также при ДТП все системы могут работать штатно, но подожгут автомобиль. В общей сложности на ремонт пригласят владельцев почти 20 тысяч автомобилей по всей стране. В нашей республике 139 машин. Как и положено в таких случаях, дилеры информируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Причем место его приобретения не имеет значения. Во время исследования данных автомобилей было выявлено, что при попадании автомобиля в ДТП срабатывает преднатяжитель ремня безопасности, который может нагреться и вызвать дальнейшее воспламенение автомобиля. И чтобы обезопасить наших клиентов, была создана сервисная компания, где этот изоляционный слой, который может воспламениться, просто удаляется и ставится. Процедура занимает буквально минут 20-30. Под данную компанию попадают автомобили в выпуск Елабуга, начиная с 2013 года по 2014 год. Все работы проводятся бесплатно для владельцев отзываемых автомобилей. Это не первая подобная компания для Куги. Ранее в июне несколько сотен кроссоверов отзывали из-за дефекта форсунок стеклоомывателей. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары евро синхронно подорожали. Доллар вырос на 40 копеек и оценивается в 57 рублей 66 копеек. Евро в плюсе на 55 копеек 69,09. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в БКС банке за 57 рублей 65 копеек. Комиссия до 3% за обменную операцию. Продажа в фор банке за 58 рублей ровно. Покупка евро также в банке БКС за 69 рублей. Продажа в Россельхозбанке за 69,34. Это была Алена Ипштейн и утренний выпуск новостей на канале РБК УФА. Смотрите наши выпуски в течение дня.